Всем привет! На мощностях московского автозавода «Москвич» будет локализовано производство иранских автомобилей. Предварительная договоренность между Ираном и правительством Москвы уже есть. По сути, автомобили Renault вернутся на свои московские конвейеры. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас, за это в конце с меня не смешной анекдот. Кстати, уже сейчас некоторые дилеры устроили распродажу автомобилей Renault со склада, чтобы быстрее завести к себе свежие иранские автомобили и начать их продавать. Посмотреть актуальные цены на новые машины вы можете, перейдя по первой ссылке в описании. Выберите на сайте автоспот в поиске интересующий вас автомобиль, и вы увидите самые выгодные цены в России на данный момент. Если какое-то предложение понравится, то оставляйте заявку и вам перезвонит специалист автоспота, которому вы расскажете свои пожелания к модификации автомобиля. Далее вам начнут звонить дилеры и предложат подходящий под ваши параметры автомобиль. Ну а если машина у вас уже есть и нужно ее обслужить, переходите по второй ссылке в описании. Запись на ТО в автоспоте работает по тому же принципу. Вы заказываете звонок специалиста, специалист вам перезванивает, после чего вы выбираете дилера с самым лучшим предложением и едете на обслуживание. Помните, автоспот реально поможет вам сэкономить ваши деньги, ссылки в описании. Когда москвичи будут выпускать иранские машиностроители, то по сути в Россию вернутся автомобили Рено. Машины этой марки выпускаются в Иране. У нас есть серьезный диалог с москвичем, есть предварительное соглашение, чтобы иранские автомобили производились в России под брендом «Москвич», заявил глава российского центра «Иранцы за рубежом». Кроме того, со слов главы центра, иранцами обсуждаются автомобильные проекты в Набережных Челнах и Елабуге. Там могут выпускать модели под брендами «Волга» и «Победа». У нас есть свои технологии и лицензии от Рено, Пежо и Мерседес. В России есть производственные мощности, поэтому мы можем объединить усилия и производить автомобили независимо от Запада, объясняет руководитель центра. По словам главы Иранской ассоциации производителей автозапчастей, Иран, Турция и Россия должны вскоре договориться о создании трехстороннего консорциума по производству легковых автомобилей. Ну и обещанная мною шутка юмора. Мама лгала маленькому Андрюше, что дети находятся в капусте, и он как-то со страхом начал смотреть на тушеную капусту с мясом. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение, по этому поводу. Что думаете про возвращение Рено? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, как вы проводите свой день, так вы проводите свою жизнь.